Не, здесь. Какая там молюська. Даже не могу представить, что она может спеть. Но что-то будет такое поп, и мне кажется, темповое. Не знаю, но она выглядит так, как будто сейчас будет что-то за пределами формата того, что мы видим. Ну, очень интересно сейчас. Да, очень. Это интригует. Снег Ну, это, скорее всего, это ее первый конкурс. Для меня пока что это масломатый, наверное, розовый вкус Кутор. И мы разные люди, у нас разные судьбы. Но только с тобой мне холодно не будет. Нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Этой зимой мне холодно не будет. Что такое чудо? Это когда чувства в ответ. Она, может, не доносит, только ей особо доносить нечем, к сожалению. Люди, вы цените, ведь любовь в дефиците вполне. Ой, ей неудобная тональность куплетов. Все изменило на вечном. Попадает репетуар, хорошо ей покоит. 19 лет. Пусть мы разные люди, у нас разные судьбы. Но только с тобой мне холодно не будет. Нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Этой зимой мне холодно не будет. Пусть мы разные люди. И у нас разные судьбы. Но только с тобой мне холодно не будет. Нет, холодно не будет. Пусть мы разные люди, но влюбленных не судят. Этой зимой мне холодно не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько баллов набрала Вероника Лесик, которая открыла этот отборочный тур. О, 69 баллов, это прекрасный результат. И я точно знаю, дорогие телезрители, в этом пятом юбилейном сезоне вам холодно не будет. Ирочка, ты просто подарок, ты всегда подарок. Обожаю тебя, прекрасно выглядишь, роскошное платье. Я не знаю, что вы со мной сделали, но вы подарили мне такую улыбку, я не знаю теперь, как ее со своего лица убрать. Ну, светлое выступление. Спасибо вам за это. Мне очень понравился ваш голос. Конечно, в нем есть очень много детских каких-то ноток, но я уверена, что у вас будет шикарный голос, когда вы будете взрослыми, он окрепнет у вас. Когда вам холодно не будет, у вас появится шикарный голос. А так, спасибо вам за такое чудесное, доброе, теплое открытие этой программы. И, ну, правда, я не могу сейчас сформулировать, что вы со мной сделали, но я улыбаюсь. Я очень надеюсь сохранить эту улыбку до конца программы. Ирочка, ну это же прекрасно, что ты улыбаешься. А самое главное, я когда шел, сначала подумал, боже мой, где же Лена Катина сделала такую шикарную пластику. Да, да, да. Ну что ж, Евочка. Да. Ты тоже стоишь. Тоже понравилось. Да. Выступление Вероники. Ты как эксперт, как человек, который стоял там. Мне очень понравилось ваше выступление, да. И я хочу сказать, вы прекрасно выглядите, вы прекрасно держались. А скажите, пожалуйста, это ваш натуральный цвет волос? К сожалению, нет, но вам очень есть объем мой. Вам безумно идет этот цвет волос, вы очень органичные. Я вам желаю, чтобы вы сегодня еще раз покорили нас своим выступлением. Еще хоть обраду. Спасибо. Да, спасибо. Такой красивой девушке, конечно, нужны хорошие слова. Хоть он и в красном квадрате, но все равно он найдет, я думаю, как ему выкрутиться. Марко Джакому. Музыкальный продюсер. Ты очень классный, милый, рыжий котик. Это настолько прострелило. Очень крутая энергетика, очень цепляешь, очень влюбляешь, но мощи, изюминки в самом вокале мне не хватило. Ну, к сожалению, какая-то такая история. А вот Максим Завидия, тоже участник, стоит и наслаждается вами. Макс, ну, хвали девчонку. Ты вправду чувствовала себя очень комфортно в этом образе, в этой песне, на этой сцене. И для тебя это точно такое красивое начало твоего творческого пути. Я уверен, ты будешь еще много чего создавать и нас радовать в будущем. Обещаешь? Конечно. Голос красивый, все у тебя есть. А, как мы говорим, самое главное, что ты еще молода, и сейчас столько всего впереди у тебя. Спасибо. Хватит завидовать. Завидия. Ну, так как я вижу, что из коллектива «Чай вдвоем», так как вы пришли как «Чай вдвоем», встал Денис Клявер, то его и спрашиваю. Да, Вероника, здравствуйте, очень приятно. Спасибо вам большое за такое яркое лично для меня открытие, потому что мы со Стасом, когда вот в самом начале выступали на этой сцене, программа замечательная, мы ее все любим, мама моя все время смотрит, переживает, я тоже периодически поглядываю. Это, конечно, грандиозно, волнительно, когда ты человек еще начинающий, выходишь на такую сцену. Сегодня я воочию это вместе со Стасом почувствовал, когда мы стояли там, а перед нами была эта стена, где сто профессионалов на тебя смотрят. Даже в нашей ситуации понятно, что они коллеги наши, понятно, что мы вроде уже состоявшиеся артисты, все равно испытываешь какой-то... Когда вы должны называться не «Чай вдвоем», а «Чефир вдвоем». Хорошо, Калюк, пускай так. Ну, мы да, с учетом нашего возраста... Настоявшиеся артисты. Вот, да, но вы, во-первых, вы открываете, вам только всего 19 лет. На мой взгляд, у вас есть индивидуальность, а это самое главное для артиста. Я вас запомнил, по-хорошему. Спасибо вам большое. Спасибо. Сергей, а ты-то что сидишь? О, наконец-то у Лазарева появились достойные охранники. Я сижу, Вероника, потому что чуть-чуть рисковат был тембр, и это немножко ухо резало. Просто, наверное, надо поработать чуть-чуть над прикрытием звука. Возможно, это в силу возраста. Вот такой вот звонкий, вот детскость, да, такая звонкая у голоса, она чуть потом, поверьте нам, она потом уйдет. Я тоже, как соловей, пел таким звонким голосом, а сейчас как-то уже... В любом случае, мне показалось, что это хорошее, яркое, солнечное выступление. Вы, как яркое солнышко, сегодня открыли наше шоу. Спасибо. Сергей, я за тебя сегодня волнуюсь. Волнуюсь за тебя. Почему? Я сегодня на пиджаке микросхемы, вдруг они глючить начнут. Ну, пока они глючат. Главное, чтобы чаем не залить. Главное, чтобы не закоротило. Мы замкнем, если что. Ну что ж, с результатом 69 голосов мы провожаем Веронику Лесик в тройку лидеров. Прекрасное начало отборочного тура.